Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарба. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. По традиции цифры статистики. С начала года в столице на пожар ИЧС спасатели совершили уже более 2800 выездов. В огне погибли 22 человека. Один из них ребенок. 36 человек, в том числе двое детей, пострадали. 43 человека работникам МЧС удалось спасти из опасных зон. А сейчас более подробно о происшествиях ушедшей недели. Минск чрезвычайный. Началась неделя в столице с загорания деревянной хозпостройки в партизанском районе. Сообщение ЧП на территории частного домовладения по второму холмогорскому переулку в службу 101 поступило около полуночи. Спасатели оперативно прибыли на место вызова, но деревянное сооружение сгорело дотла в считанные минуты. Огонь едва не уничтожил и хозяйственную постройку соседей. Причиной же пожара стала неосторожность при курении братом хозяина. Во вторник столичным огнеборцам пришлось тушить пожар в частном двухэтажном доме по улице Сосновой. Сообщение ЧП поступило ранним утром от соседей-погорельцев. На место происшествия незамедлительно выбыли 10 пожарных расчетов. К моменту прибытия спасателей огонь полностью охватил кровлю дух квартирного кирпичного строения. К счастью, смертельных последствий удалось избежать. 9 человек самостоятельно покинули свое жилище. Пламя ликвидировали в течение часа. В результате пожара повреждено имущество в комнатах на втором этаже, деревянное перекрытие и крыша дома. Одна из вероятных причин пожара – короткое замыкание. Минск чрезвычайный. В этот же день короткое замыкание привело еще к двум пожарам. Возле дома номер 6 на улице Казимировской также ранним утром горела металлическая строительная бытовка. В ней на площади 12 квадратов вспыхнуло имущество и деревянная обшивка. К счастью, обошлось без пострадавших. Позже около 9.30 по той же причине на проспекте Рокоссовского загорелся автомобиль. Жертвой огненной стихии стал Ситроэн. Оперативно прибывшие на место ЧП спасатели ликвидировали загорание в моторном отсеке французского минивэна. В среду вечером в строящемся здании на улице Танковой в колодищах вспыхнул утеплитель и обрешетка временного навеса. Пожар на площади 70 квадратов был оперативно ликвидирован прибывшими работниками МЧС. В настоящий момент причину загорания устанавливают специалисты. А вот причиной пожара в девятиэтажке на улице Матусевича в пятницу утром, вероятнее всего, стала непотушенная сигарета. В однушке на седьмом этаже загорелись постельные принадлежности. Вовремя прибывшие спасатели ликвидировали загорание. Хозяин апартаментов, он же виновник ЧП, не пострадал. Теперь мужчине придется сделать незапланированный косметический ремонт. В результате пожара в комнате частично повреждено имущество, а квартира оказалась закопчена. Минск чрезвычайный. Конец недели для столичных спасателей выдался относительно спокойным. Ни в субботу, ни в воскресенье в Минске ничего не полыхало. Но в ночь с воскресенья на понедельник в городе случился массовый блэкаут. Около двух часов ночи на 101 стали поступать сообщения об отключении света в пяти районах столицы. В некоторых квартирах отсутствовало отопление и даже вода. Из-за массового отключения электричества в городе были зафиксированы несколько сработок пожарных сигнализаций. Уже к утру электричество, вода и тепло вернулись в дома минчан. Так что некоторые жители даже и не заметили массового отключения электроснабжения. Вот такой была ушедшая неделя в Минске. Считанные дни остаются до Нового года. Подготовка в самом разгаре. В рамках акции «Безопасный Новый год», которая проходит в эти дни в республике, МЧС еще раз обращает внимание граждан на необходимость соблюдения основных правил безопасности при подготовке к новогодним и рождественским праздникам. Пользуйтесь только исправными электрическими гирляндами. Петарды, ракеты и салюты покупайте только в специализированных магазинах. Уходя из дома, не забывайте выключать электроприборы и закрывать форточки. В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101 или 112. Берегите себя. До встречи в следующий вторник. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.